Ребят, всем огромный привет! Очень рада, что заглянули ко мне на канал и хоть и с большим запозданием, но все-таки хочу поздравить вас с наступившим Новым Годом. Я надеюсь, что вы замечательно провели выходные и с новыми силами вернулись в строй. В этом видео хочу показать вам некоторые косметические новинки, которые, на мой взгляд, заслуживают внимания. И чтобы не откладывать в долгий ящик и потом не снимать длинные бесконечные ролики, я решила по мере поступления этих новинок показывать вам то, что мне очень понравилось и то, что я точно могу вам рекомендовать. Пожалуй, начну я с вот такой новинки от La Roche-Posay. Это корректирующая пудра. Пудра у нас минеральная и она с SPF 25. Как заявляет производитель, эта пудра помимо корректирующих свойств имеет еще и ухаживающие свойства. То есть она хорошо матирует, хорошо перекрывает недостатки, плюс ухаживает за кожей. Я уже успела попользоваться этой пудрой и могу сказать, что да, она действительно хорошо перекрывает недостатки. И ее абсолютно легко можно использовать без тонального крема. То есть она хорошо выравнивает тон кожи. Для меня, для жизни она тяжеловата. То есть когда я вижу пудру на лице, на своем, то это не совсем мой вариант. Для съемки видео, например, она мне подходит идеально, потому что действительно перекрывает отлично неровности, выравнивает кожу, такой делает эффект фотошопа. В этом плане она, конечно, мне очень нравится. На повседневную жизнь я ее использую в более каких-то легких порциях. И если для съемки видео я использую спонж, который идет здесь в наборе, то в жизни я просто набираю на пудру это средство и легкими движениями немного припудриваю. То есть чтобы не было толстого слоя. У меня довольно приятный оттенок под номером 11. Он и не желтит, и не выбеливает. Носится неплохо, но буду дальше еще тестировать, так как это новинка. Первое впечатление неплохое. Посмотрим, как будет она вести себя дальше. Следующая новинка, которую я хочу с вами поделиться, это тушь для ресниц от Clinique Chaby Lush. Это просто моя любовь с первого раза, с первого взмаха кисточкой. И я просто в диком восторге от ресниц, от того, какими они становятся после использования этой туши. Кисточка у туши силиконовая. Небольшие зубчики, но они довольно хорошо прокрашивают ресницы. И действительно тушь делает ресницы очень объемными, очень красивыми. Эффект накладных ресниц, но не такой пластмассово-искусственный. В общем, я в диком восторге от этой туши. Она отлично держится в течение дня. Она не сыпется, она не отпечатывается у меня навеки. Я получила просто массу комплиментов именно вот в те дни, когда использовала эту тушь. Так что мне новинка эта пришлась по душе. Не нужны ни накладные ресницы, ни нужны пучки. Ресницы просто огромные, красивые, распахнутые. И она, кстати, очень классно подкручивает ресницы. В общем, по-моему, у нее есть все функции, которые должна выполнять идеальная тушь. И которая должна давать идеальный результат. В общем, на моих ресницах она дает просто идеальнейший результат. Я в восторге от этой новинки. В моей коллекции помад появилось два любимчика. Также от Клиник. Это нюдовые помады. Я неоднократно показывала в своих фаворитах из этой линейки красивую красную помаду. Всегда получаю с ней комплименты. И она у меня в фаворитах уже много месяцев. И вот эти два цвета также добавились в мои фавориты. Шикарнейшие нюдовые помады. Первый оттенок, который мне очень нравится, под номером 20. Sugar Pop. Сахарный поп. И действительно такой дневной, нейтральный, красивый нюдовый цвет. Он идеален, кстати, с карандашом от Colour Me, под номером 127. Оттенки просто друг для друга рождены. Идеально подходят по цвету. И в общем-то в комбинации все это очень красиво выглядит. И второй оттенок, который у меня сегодня на губах. Это оттенок под номером 02. Bear Pop. Сначала я подумала, что он будет слишком перламутровым. Потому что когда на него смотришь, то виден шиммер. Ну такой очень-очень мелкий. Но когда наносишь на губы, никакого шиммера нет. И это просто потрясающая помада. Идеальный цвет. Также и на день, и на вечер. Если вы хотите какой-то необычный нюд, то она просто потрясающая. Не знаю, я влюблена в эти оттенки. Пойдите попробуйте, потестите. Если вы еще не пробовали, я уверена, что равнодушными вы точно не останетесь. А эти оттенки, они просто потрясающие. Еще одна тушь вышла у L'Oreal. Вообще L'Oreal в последнее время радует новинками. Я действительно не могу сказать ничего плохого. Они все неплохо работают на ресничках, увеличивают их, разделяют. И, собственно, эффекты абсолютно разные на любителя. И каждый найдет на свой вкус что-то для себя. Очередная новинка L'Oreal также порадовала. Это накладные ресницы, крылья бабочки, скульптурирующая тушь для ресниц. У этой туши действительно очень необычная кисточка, силиконовая. И можете видеть, какое необычное она формы. Я думала, что будет неудобно прокрашивать ресницы. Но вы знаете, она очень хорошо их разделяет. Хорошо прокрашивать нижние реснички. И я думаю, что я буду на новые туши, на новинки делать небольшие тест-драйвы. Наносить тушь в кадре, чтобы вы видели, какой эффект она делает на ресничках. В целом, пока ничего сказать не могу. Будем тестировать на тест-драйве. Хочу с вами еще поделиться очень классными новинками от Заива. Пришли мне вот такие вот шикарные две палетки теней. И у меня случился просто дикий восторг, как от оформления, так и от содержания этих палеток. В принципе, у меня около трех палеток Заива. Я их все очень люблю, с удовольствием пользуюсь. Обещала вам сделать свочи. Я постараюсь, конечно, оформить это в ближайшее время. Но в этом видео хочу показать вам именно эти палетки, потому что они самые новые, они на данный момент самые любимые. Пару слов хочу сказать по поводу оформления. Очень красиво, очень дорого, богато. Действительно, золото на черном очень красиво смотрится. Очень приятно трогать саму палетку. Но на самом деле, насколько это красиво, настолько это непрактично. Потому что вот эта вот бумага, она оставляет пятна. И даже когда вы просто притрагиваетесь, появляются пятнышки. Ну а что говорить о том, когда у вас руки будут, например, в тенях, или в пудре, или в тональном креме. Все эти пятнышки будут оставаться. Я не знаю, можно ли будет их устранить, вытираются ли они, пока я еще не наставила. Я очень бережно отношусь к палеткам. Но посмотрим, как они будут себя вести дальше. Но мне кажется, что будут пачкаться. Это палетка с нюдовыми оттенками. Если вы в поиске действительно качественных, красивых, хороших теней, на каждый день эта палетка идеальна. Создать можно здесь очень много разнообразных красивых макияжей. И дневных, и вечерних. В общем, действительно очень красивые оттенки. Помимо отличных оттенков, могу сказать, что качество теней зашкаливает, и пигментация просто шикарнейшая. Так что я с удовольствием пользуюсь. И причем оттенки все очень интересные. Обычно, знаете, как бывает, выберешь палетку себе и пользуешься двумя-тремя оттенками. А здесь вот я практически все уже попробовала, и мне все нравятся. Естественно, все оттенки друг с другом очень красиво перекликаются, и можно создавать интересные, красивые макияжи. В палетке 15 оттенков очень качественная, хорошая палетка. Вторая палетка с теплыми оттенками, она так и называется Warm. Ей я успела попользоваться чуть меньше, потому что мне как-то все время рука тянулась к нюдовым. Но сегодня, кстати, макияж я сделала именно этой палеткой, потому что мне тоже хотелось попробовать и из нее оттенки. Я могу сказать, что здесь абсолютно потрясающий оттенок. Вот такой вот зеленый. Он на первый взгляд зеленый, но когда его наносишь на кожу, он становится кирпичным. Такой кирпично-коричневый, очень теплый, такой красивый оттенок. И вот эта зелень, она просто переливается невероятно красиво. Ну, собственно, очень красивая комбинация, действительно такая интересная. Другие оттенки тоже очень интересные, между собой гармонируют. Также хочу отметить плюс палетки в том, что здесь очень грамотно уравновешены светлые и темные оттенки. То есть здесь есть и шиммерные, и матовые оттенки, достаточно светлых цветов, матовых и перламутровых. В общем, здесь макияж можно абсолютно разный создавать, как просто классический, например, вот бежевый, пожалуйста, с матовым коричневым, либо с более темным. Так как с шиммером. В общем, палетки действительно достойны внимания, очень классные новинки. Обе палетки мне понравились. И еще две палеточки вам хочу показать. Это уже румяна. Первая палетка у меня под названием Coral. И здесь четыре оттенка румян. Румяна, кстати, очень пигментированные. С ними нужно довольно осторожно работать. Я думаю, что визажистам труда не составит. Просто, девчонки, имейте в виду, что они очень пигментированные. Нужно набирать совсем немножечко на пудру, стряхивать и наносить. Сегодня я использовала, в принципе, мне очень нравится. Я использовала вот этот вот оттенок. Он чуть-чуть шиммерный, но на щечках смотрится персик. В общем, классно. Еще одна палетка, которую я бы так не хвалила, как предыдущие. Это палетка Nude. Кстати, вот я уже поставила пятно. Но вроде бы вытирается. Так что, может быть, я наговариваю на упаковку. Не знаю. Палетка. Я не понимаю, то ли это корректоры, то ли это хайлайтеры. Для меня непонятно почему. Потому что для хайлайтеров здесь довольно темные оттенки, для коррекции они шиммерные и, возможно, светлые. Потому что самый темный оттенок точно мне не подойдет, он очень рыжий. Так что с этой палеткой я пока еще играюсь и буду тестировать дальше. Поэтому пока не могу сказать свое какое-то да или нет. В отличие от предыдущих палеток, от которых я в восторге. И если вы действительно ищете какую-то идеальную палетку для использования на каждый день, вот поверьте, 15 оттенков это выше крыши. Можно миллион макияжей создать. И вы будете просто счастливы. Тени настолько идеальные, они не капризные, и вам не будет сложно с ними работать. Это самое главное, мне кажется. Раз-раз нанес и побежал. И в заключении покажу вам три кисточки тоже от Заива. Добавились ко мне в коллекцию. Я уже больше года пользуюсь только кистями Заива, потому что они мне нравятся из всех моих кистей больше всего. Я сразу прошу прощения, что они немножко грязные. Добавилась в коллекцию еще такая вот новая кисточка. Это кисть под номером 134. Мне кажется, она такая универсальная. Ей можно наносить и хайлайтер, и пудру, где-то вот частично. Можно корректировать носик для теней. Вроде бы и большая, но я умудряюсь тоже наносить ей тени. То есть она такая, как по мне, универсальная. Еще одна кисть, которую я очень рекомендую вам попробовать. Это кисточка под номером 240. И она прям вот идеальный карандашик. То есть я ей могу наносить, прорабатывать какие-то мелкие детали, ресничный край прорисовывать. Обычно я карандашом стрелки не рисую. И эта кисточка идеально подходит как раз для нанесения, например, теней в виде подводки. И прорисовываю уголок, прорабатываю этой же кисточкой. Очень мне нравится. Она мягкая, не колет глаз. Это очень важно. Я ненавижу, когда кисточки колются. Эти кисти просто ух. И еще одна кисточка. Она немножко помялась, но это кисть под номером 130. Для контурирования наношу я ей контуринг. Тоже очень мягкая, приятная. Ложится все без пятен. В общем, я люблю кисти Зоева. И мое мнение не поменялось. Действительно, очень классные кисточки. На этом все. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Мы с вами увидимся уже очень скоро. До встречи в следующих видео. Пока-пока.